Ах, красота! Непередаваемые ощущения. Зеркало имеет яркий пи... Номера начинают считаться при приближении машины метра на два на три к камере. Но лучше такая камера, чем никакой вовсе. Есть она и хорошо, зато при парковке хороший помощник. Камер в городе у нас немного, но те, что есть, радар их видит. Это именно радар, который ловит излучение камер. Пример работы GPS базы данных камер будет чуть позже. Впереди станция радара. Ограничение скорости 60 км в час. КАДИОПОЗОН 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 Устройство вполне корректно отработало и за 500 метров поймало камеру и предупредило водителя. Проедем мимо этой же камеры в обратном направлении. Так сказать, чтобы она стреляла в зад. Впереди станция радара. Ограничение скорости 60 км в час. КАДИОПОЗОН И как можете заметить, радар также корректно предупредил водителя о приближении к этой камере. А вот и пример работы радара по GPS базе камер. Впереди камера, которая давно уже не работает. Впереди станция радара. Ограничение скорости 60 км в час. Но в базе она есть и устройство о ней предупреждает, опираясь исключительно на данные из базы камер. Так как никаких сигналов радар по факту не ловит. Все, камера пройдена, но при этом никаких диапазонов устройства нам не выдавало. А вот еще пример работы радара по базе GPS. Впереди пост ДПС, на котором по факту в данный момент камер нет, но могут быть. Опираясь на данные базы GPS, устройство нас также предупреждает об этом. Впереди камера пост ДПС. Ограничение скорости 60 км в час. Это устройство не только пишет видео и предупреждает о камерах, оно также пишет маршрут движения и телеметрию, маршрут движения, скорость движения и т.д. Для того чтобы все это просмотреть устанавливаем на ноутбук или компьютер GV Player и просто открываем видео на карте памяти и сразу начинается воспроизведение не только видео с передней камеры, но и с задней. А также на Google карте отображается маршрут движения, соответствующий времени на записи и мы можем наблюдать где именно были снятые те или иные кадры, также под видео отображается шкала сигнала с датчика удара, который может помочь например в спорной ситуации был ли удар или нет, ну или поможет оценить качество наших дорог. Конечно это хорошо, что можно